Возвращаемся к беседе с Леоном Эйнштейном. Телефон в студии по-прежнему 847-400-5200. Если у вас будут вопросы, вы всегда можете позвонить и задать. Ну, а теперь... Серега, а вот я бы хотел ввести, как бы, что называется, новую тему. Расширить, так сказать, наш разговор от Америки до трёх стран. Израиль, Украина, Америка. Нет никаких противодействий. Абсолютно. Прекрасно. Значит, сразу же хочу сказать, что я не родился, не жил на Украине. Мой дедушка и бабушка оттуда когда-то приехали в Питер. По-украински не говорю, политикой не занимаюсь. Слышу только отголоски и прочее. Но я последние несколько дней нахожусь в состоянии такого шара обалдения от того, как похоже в средствах массовой информации ругают... Зеленского, да, кажется, его фамилия тогда. Похоже на то, как обзывали и ругали Трампа. Его называют шоуменом. Трампа называли, значит, королём... Не помню, там, какого-то там, так сказать, телевидения, да. Что он, значит, ничего не умеет, ничего не знает. Что он жулик. Что он всех подкупил. Не дай бог, он придёт и всё развалится и прочее, и прочее. Я ни за кого, честно говоря, не голосую. Но я... Голосую. Я и не голосую за кого. Я ни за кого не ратую даже, да. Но я поражён тому, как риторика против вот этого нового человека, который, ну, он шоумен, дальше что? Значит, он умеет хорошо говорить, умеет хорошо шутить. У него с бизнесом вроде всё в порядке. Вроде ни от кого не зависит, так сказать, не живёт за чей-то счёт, как большинство политиков, да. На Украине, наверное, когда у тебя какой-то бизнес, ты связан с какими-то там олигархами, называют, так сказать, и не связан с другими. Опять, я не знаю, я не лезу в Украину. Не в этом дело. Меня просто совершенно поражает, насколько Украина, вот, Порошенко, то есть те люди, которые за него, они атакуют похожее вот этого Зеленского, как у нас люди Хиллари атаковали Трампа. Вместе с прессой, которая продалась там, не знаю, может, Украина не продалась, да. Теперь перекидывая дальше, Израиль. Смотрите, что происходило последние дни перед тем, как Биби и Натальяго выбрали. Народ выбрал его, потому что, не просто потому, что он получил 37, его партия Эликут получила 37 мест, то есть 37 процентов в Кнессите, а ещё и потому, что ещё 20 мест получили люди близко ему по духу. То есть то, что мы называем, извиняюсь, капиталисты. Религиозные, нерелигиозные, такие-сякие люди, которые не хотят идти в сторону социализма, скажем, в сторону раздачи богатства, отнимать одного, передавать другим, повышать постоянные какие-то минимальные зарплаты, некого отношения к рынку не имеющие. Биби Натальяго за время своего управления, я не люблю слово «правление», да, довёл страну до того, что она стала четвёртой в мире страной, которая посадила спутник на Луну, понимаете? На Марс они там что-то засылают. Израиль, в котором живёт целых 7 миллионов человек сегодня, из которых 5 миллионов евреев, а 2, так сказать, имеют очень среднее образование, да, и они вторые в мире по количеству изобретений, вторые в мире, после нас, после Америки, да, вторые в мире по внедрению изобретений. Медицина сегодня, как она могла бы существовать, если бы не было лаборатории в Израиле? Весь мир построил там, в Израиле, и это благодаря Натальяго, потому что он создал в стране совершенно не социалистической, а нормальной, свободно-рыночной. Там в Израиле есть проблема. Они тратят огромное количество своего бюджета на оборону, как вы понимаете, да, и огромное количество из своего бюджета тратят на приём новых людей, но тем не менее, то, что вот остаёт, поэтому у них очень высокие налоги, да, люди строят, но то, что остаётся, их не грабят. Им даёт возможность вкладывать это обратно, государство пытается им помочь, налоги снижает и тому подобное, только развивайтесь, только делайте. И поэтому это единственная страна на Белом Свете, которая за всё время, с 2008 года по сегодняшний день, не почувствовала даже на четверть процента никакого, так сказать, депрессии никакой не было. Вообще. Единственная в мире такая страна. Весь мир пошёл вниз, Израиль продолжал идти вверх каждый год на 34% годовых увеличивающих своих GDP. Значит, и то же самое про абсолютно, то же самое говорилось про Натаньягу. Он вор, значит, все средства массовой информации, он вор, он украл. Я начал выяснять, что же он украл. Оказывается, ему дарились сигары очень дорогие и коньяк. А он, сукин сын такой, да, их выкурил, коньяк выпил, но не сообщил в налоговую, на сколько денег ему подарили сигары. Это обвинение премьер-министру страны. Он не утащил вазу дорогую домой, его подвесили сигары, он их выкуривал, он любит сигары. И это есть взятка. От кого взятка? От президента Франции, который его ненавидит, нет? Или, может, Германии, которые тоже пытаются резолюцией всех, которые против Израиля проголосовать за, чтобы хуже было Израилю. И это вот меня поражает, как я начинаю думать, что Зеленский может быть тоже справа. Я не знаю его программу, я не знаю, что он обещает, я не знаю, какая у него команда. Очень много покажет команда сразу же, да? Но похожесть того, что происходило с Биби, который, слава богу, выиграл, с Трампом, который, слава богу, выиграл, и с Зеленским, который пока что, опять не знаю, слава богу, не знаю, но пока что в первом туре набрал, по-моему, в два раза больше, чем следующий человек Порошенко, меня поражает, как, во-первых, набрасывается хищная стая, а, во-вторых, как народ говорит, а-а-а, осторожненько, мы будем сами разбираться без вас. Вот это то, что я хотел сказать. Ну, давайте послушаем теперь, что думают наши слушатели. Да. Добрый день. Здравствуйте. Добрый день. Я хотела сказать, что про Зеленского как раз. Зеленский, вы, вот, правда, говорите, что вы не знаете, поэтому я вам хочу сказать, он четыре раза отказался, удрал просто с армии, это одно, не спешите, я вам скажу потом, раз вы не знаете. А люди до сегодняшнего дня, каждый день посмотрите, сколько детей, 18-19 лет убитых, удрал с армии. Теперь второе. Вы видели, что Натаньяху или какой-нибудь другой правитель в Израиле не разговаривал языком нации? А он не будет, он смеется и не научился, и столько лет проходит мимо людей, в магазине слушает то-то, и как-то ему никак. Это такая обида для нации, потому что, я говорю, в Израиле это бы в жизни не прошло. Теперь третье. Люди воюют там, коллеги, я вчера пошла, это я была на радио, уже расслабилась, потому что Наталья, это Воронова была, тут просила, чтобы кто-то помог, так люди не говорят, что это дадут, а только начинают говорить, что то, другое политику глупые. Но я хочу сказать, что я сказала, что я 250 долларов, Юрий Кривецкий, можете посмотреть на интернете, не видела его никогда, ногу разбитую полностью. Я расслабилась, что я тебе слава ему вчера, сегодня, спасибо. Но я прошу, хочу сказать, что он посмеялся, говорит, что Украина, это дешевая проститутка, это как, кто бы там ни был, послушал, русские люди, еврейские люди, украинские люди, услышали, что их родина проститутка. Это кто такое может сказать? Теперь четвертое. Это воины стоят там, в окопах, ни налево не убежать, ни направо не убежать, вырыгает эту ямку и стоит, только показался, стреляет с той стороны, то стой, не знаю, кто это. И он говорит, чтобы им дать эти палочки, если бы дали, они-то были какие-то, то они бы электроэнергию выработали, чем нечем заниматься. Что вы такое можете говорить, что показали, показали, что одного вора этот уже себя показал в лес Порошенко, в лес ниоткуда. 20 лет он был при правлении, вице-министром таким, 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 потому что тут на радио тоже говорят, взял разграбленную страну. Не надо говорить неправду. Он 20 лет был, начиная от кучмы, до конца Порошенко был. А Бакрал сделался миллиардером. В этом году показал документ, миллиардер. Поэтому люди кидаются в другую сторону. А этот тоже очень, очень, очень богатый человек. Понятно. Ваша точка зрения понятна. Спасибо большое. Мы не можем бесконечно говорить. Огромное спасибо. Да, мы просто не можем долго очень... Тем более, что есть еще какое-то мнение. Вы считаете, что из двух зол Порошенко и Зеленский вы предпочитаете все-таки Порошенко? У нас тут масса звонков. Давайте послушаем, что думают другие. Пожалуйста. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Леон, скажите, пожалуйста, вы много лет жили в Израиле. И в отличие от нас, американцев, знаете политическую кухню Израиля изнутри. Вот Натаньянгу выиграл. И сможет ли он назначить министра из нечленов депутата Конесета. Вот я к чему это говорю. Вот министра юстиции, ее, кажется, Шакета зовут, она исправила много хорошего, полезного за свою деятельность министром в прошлой Каденции, скажем так, сделала. И она намеревалась исправить положение в судебе. Давайте я попробую ответить на вопрос, потому что он начинает расширяться. Значит, в Израиле следующая система. Там не две партии, а сколько угодно. Любая партия, которая прошла, что называется, больше, чем один процент, может быть, два, я сейчас не помню, население, она имеет право на места в Кнесете. И вот, значит, у одной партии 37, вместо другой 14, у третьей 5 и тому подобное. Каким образом набирается то большинство, которое можно назвать большинством и которое будет иметь право назначать премьер-министра? Значит, набирается так, если у тебя 51 голос, вот все те партии, которые вместе объединились, или больше, то ты идешь к президенту и говоришь, вот, мы собрались, у нас 51 голос, у тех 49, поэтому мы назначаем премьер-министром руководителя самой большой нашей партии. Или нет, кстати. Дальше он, руководитель этой партии, который выбран премьер-министром и которого утверждает автоматически, так сказать, что он не уголовный преступник, президент, он становится тем человеком, который набирает кабинет. Он может выбрать кого угодно. Но ведь, когда партия приходит, малая, к нему и говорит, мы согласны быть с тобой в коалиции, если, то обычно, так сказать, одно из первых, или скорее первое требование, чтобы вот пропорционально нас там будет 20% в правительстве, поэтому мы хотим пропорционально 20% портфелей министерских, замминистерских, там, специальных там посланников и тому подобное. То есть, приходится, хочешь не хочешь, брать в качестве министров в основном, ну там, министров, замминистров, брать тех, кто из своей и других партий, уже это и есть торговля. Значит, приходи ко мне, я тебе дам 4 министерских поста, один из которых важный. Важный это там либо оборона, либо там министерство странных дел, либо там, что-то еще, что сейчас важно в Израиле. А другая партия приходит и говорит, я тоже хочу. Да, но у него 6 человек, а у тебя 3, поэтому ты получишь только одно место и вот такое. А в ответ на ваш вопрос, теоретически он может взять кого угодно, практически так не бывает. Вот так. Да, пожалуйста. Алло. Да, пожалуйста. Алло, здравствуйте. Знаете, я хочу просто пару слов сказать в отношении Зеленского по позиции этой женщины, которая говорила на эмоциях, и она говорит, то без фактов, без ничего. Ну, первое, конечно, Зеленский, он как и Трамп, он стоит в дне политики, который был раньше, и он вне системы. Это очень их схожесть, и то, что они хотят принести Трамп и Зеленский принести что-то новое в Украину, а Трамп в Америку, и вне системы, это одночасто. А теперь просто пару фактов. Давайте это расскажем. Порошенко всю жизнь, с начала 90-х годов был только политиком. Вот. Он никогда не был бизнесменом. Как может политик, который работал в конце расшел бы стать миллиардером? Пусть мне расскажет, а? Понимаете? Ну, я скажу книжку, написать, под названием «Умер мой брат, я унаследовал семейный бизнес и пошел в политику». Нет, там так не было. У папы не было денег, папа сидел в тюрьме. Ну, я просто сам с Украины, поэтому вы можете сами почитать об этом, это известно. Это первое. Второе, в отношении языка. Вот. Самое страшное, что сделано на Украину, это делить на украиноязычных и русскоязычных. Мать, это действует специально для того, чтобы разделить Украину. Это самое страшное, что было придумано для того, чтобы разделить, и это продолжается работать на фишку. Вот. И это очень неправильно. Понятно. Спасибо. Давайте попробуем принять следующий звонок. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Здравствуйте. Важаемый Леон, вы знаете, я как-то слушала как бы так называемого политолога из Израиля. Вот у него спросили, скажите, пожалуйста, вот что вы можете предсказать насчет того, когда будут следующие выборы, и как долго продержится это правительство, которое вот сейчас выбрано. И вот он такую весть сказал, что я думала, что это будет на два года, и я думаю, что это последний выбор на Таньягу. Я прямо чуть не вылезла из злости, из себя. Вот скажите, пожалуйста, из чего можно сделать такие выводы, и не глазучи, когда левых в этих политологах. Спасибо большое. Ну, первое, я сразу хочу сказать, что я и в израильской политике не очень, я, так сказать, разбираюсь издалека, там у меня семья, друзья, я с ними разговариваю по этому поводу, но это не то, что там вот сидеть и разбираться в этом. Я не понимаю, на чем может быть основана идея, что через два года будут снова выборы. Единственное на том, что Инна Таньягу разругается с какими-то партиями, они выйдут из коалиции, у него станет меньше, чем 50%, тогда хочешь, не хочешь, надо перевыборы делать. Я думаю, что, ну, не знаю, я ничего не думаю, просидит он свои там сколько лет и останется там. Теперь, я думаю, что Инна Таньягу в следующий срок уже пора готовить кого-то, кому он может, что называется, передать. И может быть не одного человека, а несколько, потому что, когда, так сказать, кого-то готовят, то это не то, что когда сам пробивается, да, вот с Горбачевым, да, его готовили, готовили, а потом выяснилось, что он, в общем, развалил Советский Союз. Сейчас не говорю, это хорошо, это или плохо. С их точки зрения плохо, да, вот. Обычно люди, которые умеют сами пробиваться, умеют сами строить, так сказать, и прочие коалиции, завязывать взаимоотношения, строить их, и тому подобное, они лучше руководят верхушкой государства, а те уже руководят государство. Я думаю, что ему надо подумать очень серьезно о следующем поколении, и это поколение воспитывать, а там же посмотреть, кто из них сможет. тихо, медленно убирать с себя то, что называется луч, прожектор света, и передавать его нескольким, даже не то, что более молодым, а просто, так сказать, людям с какими-то другими идеями, с общей платформой, с ним, про капиталистический, про свободный рынок, про национальное государство. Мы не можем запустить туда 5 миллионов арабов и сделать вдруг это государство, в котором будет 7 миллионов арабов и 5 евреев. Они тут же вымерут всех тех, кто нам поменяет законы, и евреи снова станут людьми, которые второго сонта. Значит, национальное еврейское государство должно оставаться национальным еврейским государством. Вообще, по большому счету, честно говоря, я бы вообще ужасную сейчас вещь скажу, да, если это национальное еврейское государство, то евреи, а евреи должны быть его гражданами, а все остальные временно проживающие там на этой территории, не знаю, я понимаю, что я сейчас говорю ужасную вещь, но тем не менее, иначе нам просто доживем обязательно когда-то до нового холокоста, до нового уничтожения. Вот, это надо всеми силами сдерживать. Точно так же надо всеми силами сдерживать, вот, кстати, у Трампа сегодня была очень интересная идея, он ее высказал, надо сдерживать миллион человек, которые к нам идут через границу, у нас лучше с экономикой, и попернешь люди, тем более, что они понимают, что сейчас Трамп может начать то ли стену строить, то ли еще что-то, все те, кто хотят к нам мчаться сейчас, к нам, чтобы не опознать. Трамп сегодня выскал очень интересную идею, он сказал, знаете, ребята, мы будем 20 дней держать, как положено, а после 20 дней не просто будем выпускать, а будем подгонять автобусы и возить всех нелегальных иммигрантов в те города, которые объявилися Санкшери-сити, и выгружать просто там в центре, а дальше вы уже делаете с ними что хотите. Вот я считаю, что это прекрасная идея, к сожалению, это имеет отношение к моему городу, где же Молос-Анджелес, но идея прекрасна. Давайте попробуем принять, сейчас мы не дождались. 747-400-5200, телефон в нашей студии, если у вас по-прежнему есть вопросы, вы можете позвонить. Да, по поводу нелегалов это интересно, но у некоторых это вызвало, я сегодня уже говорил об этом, один мой знакомый адвокат, местный, неплохой парень, в принципе, но когда эта новость вышла, он возмутился и сказал, что почему бы не в ГУЛАГ сразу или в концентрационные лагеря, то есть, извините, Лос-Анджелес и Сан-Франциск в ГУЛАГ? Да, да, я как-то так, да, тоже опешил. Ну, собственно, меня это не удивило по той простой причине, потому что однажды он сравнил действия пограничников с действиями нацистов по отношению к евреям. Охраняющими лагерь с собаками. да, 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 абсолютно. Я извиняюсь, я смеюсь, потому что от абсурдности, а не потому что мне смешно. Вот, так сказать, вот такая ситуация. Давайте приведем звонок. Пожалуйста, в эфире. Слушаем вас. Приглушите радиоприемник и, пожалуйста, говорите. Спасибо вам. Я, снова, Галина с Украины и хотела вам сказать, что я бы, Леон, снова неправильно понял. Я сказала, что вор Порошенко, вор и барыга и все, что можно, вы видите, что страна, это как я могу за него голосовать? Я украинский националист, так же, как каждый еврей, еврейский националист. И я только голосовала за Кашу. Я не знаю, сейчас не буду голосовать ни за одного, ни за другого, потому что вы знаете, почему я сказала. А еще хотела ответить этому мужчине, который только что говорил, что из-за языка. Я уже сказала выше, если он слышал, что про язык, что должен быть государственный язык, дома говори, как хочешь. Но районы, там, где не было языка, там война как раз и началась. И Путин помнит, что Путин сказал, мы идем защищать русскоязычных. И вот я бы хотела, видите ли, чтобы он хотел, чтобы в Израиле так кто-то пошел и сказал, что хочет арабоязычных защищать, и он пошел в Израиль стрелять. И еще хотела сказать, что этот Зеленский объявил, что он на коленях будет у Путина просить, чтобы окончить войну. Вы посмотрите, пусть не говорит, что это не википедия, пусть посмотрит, все документы посмотрит. нет. А наши люди говорят, нет, так же само, как Израиль. Мы не хотим мира, мы хотим победы, мы хотим Украина, чтобы была Украина свободная, богатая страна, как все страны. Спасибо. Я должен вам сказать, я извиняюсь, я прямо отвечаю этой даме, 90% того, что она сказала, абсолютно с ней согласен. Естественно, она имеет право голосовать за любого, или вообще не голосовать, ни за одного, если она не считает, что ни тот, ни другой лучше. Обычно мы, так сказать, выбираем из двух зол, которые, с нашей точки зрения, поменьше. Так вот, насчет мы не хотим мира, это очень серьезное заявление, и я боюсь, что так оно и есть. Это неправда, то есть неправда, что такое неправда? Это ужасное заявление. Вы хотите мира, у вас просто сейчас эмоции, эмоции вас застегивают, захлестывают, не знаю, как сказать по-русски лучше, да? Никто не хочет из нормальных людей, чтобы его дети шли и погибали. Никто не хочет, чтобы взрывались бомбы. Не знаю, я не знаю ни одного, наверное, кто-то хочет. Я не знаю ни одного такого человека. Значит, пока, что называется, там где-то и у кого-то что-то, и это ко мне не имеет прямого отношения, нет, мы будем воевать до победного конца. До победного конца это конец. Конец. Значит, я не к тому, что Украина должна кому-то сдаться, я к тому, что надо стремиться к миру любым способом, а потом строить на том куске земли, которая есть ваше государство, то, что американцы построили у себя, то, что израильтяне построили у себя, мощный, а Украина есть все возможности. Это свобода, любимый народ, с хорошей головой, с хорошими, так сказать, ощущениями, рабочими, правильными, совершенно какими-то привычками и тому подобное. Это не забулдыги российские, я бывал особенно на Западе, ну, на Востоке тоже Украины, там люди, которые и землю любят, и работать любят, и все умеют делать, и хотят делать. Вот строить нормальный мир, так, чтобы им было хорошо. Когда шведский король, Карл, потерпел поражение от Петра, то обе стороны кричали «Ура! Победа!» Россия, потому что она расширилась еще на кусок, а шведы, которые сказали «Все, мы больше в войнах не участвуем, мы теперь будем стараться делать так, чтобы нашим людям жилось хорошо». Вот это задача правительства и это задача общества, чтобы люди жили хорошо и безопасно. А заявление «Мы не хотим мира, мы хотим победы» не победить вам на сегодняшний день Россию. Может, когда она развалится, тогда вы ее победите. А сейчас нет. И я очень бы хотел, чтобы звонящие мне дамы и все остальные поменяли бы в своих головах что-то и сказали бы «Мы хотим мира, не любой ценой, но мы хотим мир». Вот на этой жизнеутверждающей нотке мы сегодня и закончим. Спасибо большое и до встречи в следующий раз. До свидания.